До проведения всероссийского диктанта победы остается меньше недели. Впрочем, время на подготовку желающих принять в нем участие еще есть. Чтобы проверить свои знания, кто-то откроет учебник истории, а кто-то пройдет пробный онлайн-тест, размещенный на официальном сайте акции. Там же можно ознакомиться и с условиями, узнать, на сколько вопросов предстоит ответить 3 сентября и какого формата они будут. Именно события Великой Отечественной войны. Это им песни, посвященные Великой Отечественной войне. Кто их автор, кто их исполнитель. Художественные фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. Актеры, названия. Это, собственно, сами операции военные того периода. Это военачальники. Это города, герои. Одна из задач этого большого мероприятия, чтобы наши жители, наши люди не забывали о событиях Великой Отечественной войны. Никто, конечно же, заставлять никого не будет посещать это мероприятие. Но мы должны помнить о этих событиях и передавать своим потомкам. Кстати, прием заявок для участия во Всероссийской акции продолжается по-прежнему. Достаточно зайти на портал «Диктант Победы» и пройти предварительную регистрацию. Там же можно будет выбрать и удобное для вас место проведения тестирования. Вы просто в поисковике вводите «Диктант Победы» и первая ссылка, которую выдает интернет, сразу по ней переходите. Здесь необходимо выбрать регион, область, свою республику и найти площадку в любом населенном пункте, где вам удобно будет пройти «Диктант Победы». Вам придет, вводите номер телефона, вам придет регистрационный код из шести цифр. Достаточно его ввести, вы проходите регистрацию. Если в прошлом году на территории Карачаева-Черкесской республики работала только одна площадка «Диктанта Победы», то в этом году в республике будет аж 33 пункта для проведения тестирования, чтобы как можно больше людей смогли принять в нем участие. А с учетом нынешней эпидситуации на каждой из площадок будут соблюдаться все санитарные меры безопасности. Как и любое массовое мероприятие в республике, которое проводится, в первую очередь это обеспечение общественного порядка, МВД обеспечит. И в этом году, с учетом особенностей, опять же повторюсь, Минздрав, с учетом, с помощью глав администрации районов, будут обеспечивать площадки всем необходимым. То есть это динфицирующие средства, это маски, это термометрия, все, что нужно. В прошлом году Карачаева-Черкесия показала очень неплохие результаты при написании «Диктанта Победы». Как выяснилось, жители нашей республики лучше большинства россиян знают историю Великой Отечественной войны. Кстати, год назад исторический диктант написал и глава региона Рашид Темрезов, ответивший на все вопросы буквально за 10 минут, при том, что всего на выполнение задания отводилось 45 минут. Такой же срок будет дан участникам акции и в нынешнем году. Меньше чем за час им предстоит ответить на 25 вопросов, 20 по федеральной тематике и 5 региональных. Причем пройти тест 3 сентября вместе со всей страной можно будет и в онлайн-формате. Условия такие же. Место встречи на официальном сайте акции.